9 декабря истек срок ультиматума, который Зеленский предъявил Путину. Как это принято на Украине? Через третьих лиц, в данном случае через журналистов британского издания Guardian, которым президент Украины давал интервью в начале марта нынешнего года. Наверное, ему посоветовал так сделать тогдашний глава его администрации, мол, англичанин, это во мне кто-то, пусть он и передаст. Еще более интересно, что Зеленский, абсолютно игнорируя всем известный принцип законов и ультиматумов о том, что они обратной силы не имеют, объявил, что годичный срок начал отчитываться не с момента озвучивания, а чуть ли не за полгода до того, со встречи на саммите глав Нормандской четверки в Париже. То есть 9 декабря 2019. Напомним, глава Украины уезжал тогда из Парижа с большим грузом домашних заданий, включавших в себя обмен пленными всех на всех, отвод воинских подразделений вооруженных сил Украины и добровольческих батальонов со стороны Украины и армейских корпусов, преобразованных из ополчения и народной милиции ЛНР и ДНР, вглубь своих территорий с линии фронта, проведение местных выборов на территории ЛНР и ДНР, в октябре 2020. Вроде было что-то еще, но я сейчас сходу не вспомню. Да нужды в этом особой нет, поскольку Зеленский ни одного пункта домашки не выполнил. Прошел один обмен удерживаемыми лицами, который совершенно не отвечал принципу всех на всех. Кстати, о невыполнении условий говорит и тот факт, что следующий саммит в нормандском формате с участием глав государств, предварительно был назначен на апрель нынешнего года, но парижский саммит остается на данный момент последним. Почему? Вовочка не выучил урок и не сделал домашнюю работу. Явно чувствуя, что Украина проявит исключительную импотенцию в выполнении Минских соглашений, и не желая этого сам, Зеленский и поставил Путину ультиматум. Что же он сказал? Время идет. Правительство может потратить один год на полное соглашение. Затем оно должно быть реализовано. Но любой более поздний срок запрещен. Если это длится дольше, нам нужно изменить формат и выбрать другую стратегию, с явной решительностью, которая явно понравилась и ему самому, и пресс-секретарю Зеленского Юлии Мендель, присутствовавшей на беседе, заявил он. Я не отдам свои пять лет, которые мне дал украинский народ, чтобы пять лет работать на Минск. Я не буду этого делать. И прибавил, что в случае невыполнения Путиным ультиматума Украина откажется от переговоров с Россией и примется за реализацию альтернативных планов. Многие тут же начали кричать, внезалежный, естественно, что у Украины есть план Б. Зеленский в ответ лишь криво усмехался. Отвечал, что планов не один вариант, мол, кроме Б есть и другие. Но он ни один не раскроет. Б. О. Ц. есть громадная военная тайна. Многие тогда расценили ультиматум Зеленского как хамскую выходку мальчишки, допущенного по недосмотру в разговоры взрослых. Лично мне он больше напомнил старый и не совсем приличный анекдот, который, на мой взгляд, больше всего подходит к этой ситуации. Нашел заяц на поляне ружье и почувствовал себя царем леса. Под угрозой ружья изнасиловал лесу. Заставил волка покинуть лес и убежать в эмиграцию. Идет весь из себя гордый и смотрит, навстречу ему медведь. Мишка говорит ему, заяц, видишь кучку дерьма. Ешь немедленно, а то я тебя из ружья застрелю. Да пошел ты, обиделся медведь. Стреляй. Заяц нажал на курок, осечка, второй осечка. Посмотрел, патронов-то в ружье нет. И что теперь? Спрашивает медведь добродушно, но грозно. А теперь? Теперь я его сам съем. Нашелся заяц. И что же этот хамоватый может предпринять? Напомню, за пару месяцев до саммита в Париже он обогатил свой имидж. Добавил к исполнению на рояле без рук выражение «Я не лох», моментально ставшее мемом. Во время посещения президентом Украины Золотого в Луганской области для отвода войск, один из националистов высказал ему претензии, и Зеленский буквально вспыхнул. «Я президент этой страны, мне 42 года. Я ж не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал, оружие убери. Ты мне не переводи на акции». Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит, и переводишь меня на другую тему. И тут же моментально припечатал ветерана АТО, ты мне вообще не можешь никаких ультиматумов озвучивать. Ты меня не понял. То есть, не любит Вовчик получать ультиматумы, зато ставить их ему очень нравится. А получается ровно наоборот. Его ультиматум никто в мире не воспринял всерьез, зато он не успевает отвечать на претензии, которые в его адрес летят в своей стране. У дел Яни Лохов. Тут, кстати, еще одно поражение Яни Лоха наметилось внутри его страны. Конституционный суд, который он хотел нагнуть, прижать и распустить, возобновил свою работу. Владимир Александрович не смог ничего сделать со своими судьями КОС, но надеется диктовать свою железную волю миру. И все же, что может предпринять Вовчик после истечения даты ультиматума и провала плана А. Какой план Б? Или В? Тут давеча глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук. Один из трех могильщиков СССР высказался в том духе, что Украина может попросить об отключении России от международной системы платежей. Такие вот новые санкции. Только вот Украина сама не может реализовать этот план, а должна просить своих западных союзников пороги обивать. Частично план Б раскрыл представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, заявивший, что потребности в нем, предусматривающем ввод миротворцев в Донбасс, пока нет. Пока потребности в плане Б нет, но могу заверить, что президент, офис президента ИСНБО работают над всеми возможными вариантами решения конфликта в Донбассе. И здесь не важно, как мы это называем, план Б или план Д. Ой, а миротворцы откуда? Меркель с Макроном дадут, что ли, которые сейчас со своими внутренними проблемами разобраться не могут. Или штаты пришлют в лице нового президента. Ребятки, без согласия руководства ЛНР и ДНР, первый шаг любого миротворца на Донецкую землю будет официально считаться актом международной военной агрессии. И, опять же, Киев тут может снова только просить. Просить и кланяться. Союзникам Киева явно не до Украины. Она им изрядно поднадоела и сохраняет свой статус в какой-то степени лишь по той причине, что более антироссийски настроенное государство сейчас вряд ли можно найти. Что касается мантры «Весь мир с нами» столь популярной на Украине, то и здесь весьма характерны высказывания ряда лиц, которых трудно заподозрить в симпатиях к Москве. Вот, например, экс-премьер Великобритании Тони Блэр на онлайн-конференции в Киеве заметил. В переговорах с Байденом украинцы должны поинтересоваться у него о двух вещах. Помнит ли он о войне на Украине и понимает ли, что вопрос суверенитета Украины еще кого-то интересует, к примеру, украинцев? Думаете, это намек на старческую деменцию дедушки, который не узнает членов своей семьи? Скорее не на особенности состояния будущего президента США. Я почему-то уверен, что все усилия Трампа все же потерпят фиаско, а на реальное место Украины в мире. О чем, кстати, проговорился и нынешний глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Джо Байден является первым в истории президентом США, которому в первый год работы не нужно объяснять, что такое Украина. А так, безусловно, весь мир с ними, никто не спорит. Впрочем, в Киеве считают, что они все сделали. Та самая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила. В целом за год Украина выполнила все условия, предусмотренные встречей в нормандском формате от 9 декабря 2019 года. Можно было сделать больше и быстрее, безусловно, если бы ситуация зависела исключительно от украинской стороны. В реальности же не сделано ничего. Но врать на голубом глазу, это уже фирменный стиль команды Зеленского. Остается удивляться, как они там еще не объявили, что Путин сдался. На милость Зеленскому. После предыдущего заявления подобному известию из Киева уже точно можно будет не удивляться.